И всем привет, друзья! С вами тот самый опаснейший Феликс, и прямо сейчас я нахожусь в своём безумном мире. Сразу же скажу, если вы не смотрели предыдущую часть, то обязательно сначала посмотрите её, а потом бегите сюда. Ну и как вы помните, в прошлой серии мы призвали скульптуру, охренели с неё, попробовали даже сразиться. Но в итоге мы её не убивали, потому что, а смысл какой? С неё всё равно ничего не падает и так далее. В прошлой серии я у вас спрашивал, кого же мне призвать в этот раз? И некоторые мне говорили про неуязвимую рептилию. Кто-то мне говорил про деда, как раз таки, который самый опасный SCP вообще из всех здесь. Потому что он затаскивает в какое-то карманное измерение, и соответственно оттуда вообще выбраться никак невозможно. И вот я даже не знаю, кого призвать, неуязвимую рептилию или всё-таки деда. Также я уверен, что здесь не только эти два SCP, одни из самых крутых. Мне кажется, здесь есть ещё очень классный SCP, правда я всех не знаю. И обязательно напишите, кого мне призвать в следующий раз. Так, сейчас я вам хочу сказать про небольшую аномалию, которую у меня здесь происходит. По-моему, я здесь всё освещал, у меня здесь, во-первых, пропали снова фекела, и я немного здесь... Да, во-первых, я обновил немножечко домик, ковры постелил. А во-вторых, здесь я теперь сделал... Что? Что произошло с моей комнатой? Кого я здесь посадил? Куча картошки? Что? И куда она вся пропала? В общем, вы, наверное, помните нашу проблему с тем, что пропадали фекела в этот раз. Я сделал здесь светящиеся камни, видите, дырки. И здесь стояли светокамни, неужто и там тоже такая хрень произошла? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Нет, здесь вроде бы всё нормально, подождите-ка. И здесь, посмотрите, я сделал удобный тоннель. А как это могло пропасть? Неужто и блоки тоже пропадают? И мне ещё никто об этом в комментариях не написал, с чем связана данная аномалия. Да, я знаю то, что она в целом связана с модом как раз-таки Weeping Angels, Плачущие Ангелы. Но, чуваки, блин, о господи, а почему они, блоки, исчезают? Я не понимаю. Там-то всё нормально, там ничего не пропало. Но наверняка за эту серию пропадёт, я почему-то уверен в этом. Воу, кстати, что мы будем делать в этой серии? Во-первых, мы призовём либо неуязвимую рептилию, либо деда. В общем, я выберу того, кто легче крафтится, в общем. Также в этот раз я добавил мод Драконик Эволюшн. Вы меня все просили добавить именно Драконик Эволюшн. Были люди, которые предлагали Дивайн РПГ, но Дивайн РПГ я знаю, а Драконик Эволюшн я вообще не знаю. Поэтому мне очень интересно узнать, что такое Драконик Эволюшн. Поэтому обязательно напишите, господи. Привет, как дела, братан? Ну, нормально же, да, ведь как дела? Эх, я его наконец-то перетащил. Вот видите, здесь никаких камней не пропадает. И, кстати говоря, я установил ещё один мод. А именно, Damage Indicators. Так-так-так, здесь у нас сидит скромник. И я бы хотел узнать, сколько у него ХП. Посмотрим. Тысяча ХП? Подождите, как это тысяча ХП? Я его что, тысячу ХП не мог убить? У него, кстати говоря, полное ХП. А ну-ка, давайте его ударим. Охренеть, у него реген, подожди. И я его пытался убить? Я действительно пытался убить скромника. Я его столько бил, я почти свой меч сломал. Но, благо, я его починил. Но всё равно, какого хрена? У него такая дичайшая быстрая регенерация. Лол, ну это что-то слишком жёстко. Ну, хорошо, я надеюсь, он нас не убьёт. Он же оттуда вообще никак не выберется, да? Так, я говорил о Драконик Эволюшн. Посмотрите, у мечей здесь реально огромное количество урона. Но, хрен знает, как они все крафтятся. Какое-то ядро слияния. Что это такое? Вообще не знаю этот мод, поэтому, пожалуйста, помогите мне. Мне кажется, он очень сложный. Если он сложный, то я его поменяю на Дивайн РПГ, окей? Потому что с Дивайном РПГ полегче будет. Ну и, естественно, друзья, помогите мне продвинуть этот летсплей. Просто влепите как можно больше лайков, смотрите предыдущие серии и зовите друзей. Огромное вам спасибо за вашу активность. Я всё читаю, абсолютно всё читаю. Вы пишите под 2000 комментариев. Это нереально круто, это очень много. Но я всё читаю, потому что там такие рассказы есть. Ну и в этот раз я буду всё лайкать, окей? Сажать картошку я, наверное, больше не буду. Они задолбали мою картошку воровать. Ну и сейчас я, наверное, отправлюсь искать какой-нибудь фонд. То есть, лабораторию. ACP лабораторию. Да, в прошлой серии мы ещё скрафтили вот эту самую броню. Но, знаете, нам надо её докрафтить, потому что вот этого ещё маловато. Чтобы мы получали какой-то определённый хилбут. А, железная броня, это ещё такое себе, понимаете, да? Опа, а железный нагрудник можем повесить. Так, беру с собой определённых питомцев, которые мне будут помогать. Так, ну и погнали искать ACP лабораторию. По-моему, она как раз-таки ещё одна ACP лаборатория находилась. Как раз-таки в той стороне. И, знаете, надо бы мне сюда установить какую-нибудь мини-карту, чтобы телепортироваться к местам, которые мне нужны. Потому что, ну вот это, чуваки, не дело. И, кстати говоря, вот этих говнюков здесь очень много. Вот этих вот страйдеров. Вот как его зовут, оказывается, страйдер. Почему-то их тут очень много стало. Так, ну смотрите, я нашёл первую лабораторию, в которой я был. И вон там есть ещё одна лаборатория. Но, подождите, по-моему, я нашёл кузницу. Так, тихонечко, посмотрим, что у нас тут находится. Опа, железо не пнуло. Ладно, заберём. Вот эта самая лаборатория. И сейчас мы её заценим. Что там есть такое интересное? Так, наверное, я просто проберусь с этой киркой. Потому что всё равно у меня есть карта пятого уровня, если что. Так, да, вот так делаем. Фонарик есть и так далее. Надеюсь, я сейчас не ACP каким-то проберусь и так далее. Какая толстая стена. Опа, я до чего-то добрался. Хорошо, здесь нам пригодится фонарик. Это стоп-доп. Так, и по идее он здесь нам должен светить. Так, отлично, да, он нам светит. Здесь есть кровати, туалеты. Можем, кстати, это всё забирать себе. Ой. И знаете, мы можем даже забирать вот эти блоки себе для лаборатории, какой-нибудь для палаты. Да, туалеты. Да, пацаны, здесь халява с этими туалетами на самом деле. О, о боже. Чувак, я чуть не пересрался. Что за снежинки? А, это маленькие пауки. Так, ну у меня есть вот что. И у меня есть помощники. У меня есть помощники, чуваки. Вот эти штуки, которые будут мне помогать. И пауки какие-то, господи. Так, теперь на меня напала мотыга. Меня не бьют эти пауки. Но, о господи. Какой-то опять генератор. Что это такое? Пожалуйста, объясните. Я не знаю, что это такое, честно говоря. Здесь у нас какой-то рубильник. О, подождите. Я, похоже, везде включил свет. Так, никаких бумажек здесь вообще нет. Я могу отсюда спокойно выбираться на самом деле. Опа. Так, и по-моему, это точно такая же лаборатория, как и та. Они ничем не отличаются. Здесь, по-моему, находится что-то не такое страшное. Так, какой-то глаз. Я помню, кто ты, братан. Поэтому мы тебя убьём. Ты сейчас сам, по-моему, должен сдохнуть. Всё, и бьём его. Ну, давай, бро. О, он взрывается. Я не понимаю, похоже, здесь прям всё попадало. О, господи. Что ты передо мной-то выпрыгиваешь? Кстати, это очень странно, что он сейчас передо мной выпрыгнул. Алё. Это почему-то класс китер. Хотя он довольно просто погибает. И что в нём такого? Я не понимаю, честно говоря. Окей, всё. Абсолютно всё, что я добыл. Это туалет, который я могу поставить сюда. И сидеть реально на нём. Чуваки, как вам? Так, значит, вот таким вот образом у нас красится тот самый дед жестокий, самый жёсткий SCP вообще в SCP-фонде. И вот таким вот образом у нас крафтится рептилия. Ну, она, кстати говоря, пожёстче крафтится, хотя я её тоже могу скрафтить. Ну, и что-то мы сейчас сделаем, а что-то мы потом... Ладно, давайте возьмём деду. Он попроще делается всё-таки всё равно. Отличный токен я скрафтил. Теперь остаётся нам только найти бумагу. Ну, а в связи с каким положением бумагу найти довольно затруднительно. О, нашёл. Наконец-то. Фух. Именно та бумага, что мне нужна. Мы можем спокойно спускаться вниз. В этот раз мы призовём всё-таки деда. А ну-ка сюда документик, сюда дедушку. Подожди, не понял. Сейчас вот это что такое? Вот это типа как называется? А, точно, вот так. Ну всё, ес. Так, the old man. Вот так он здесь называется. Так, посмотрим, как у нас там скульптура. Я совсем на неё давно не смотрел. А где она? А вот она. Так, и почему-то она мне не отображается дома. А вот, 75 хп. То есть я ей скотцал, и у неё нет регенерации. И вот я не знаю, как мне его ставить, потому что все объекты очень странно ставятся. И вдруг я его сейчас сюда поставлю, а лаборатория там, в той стороне заспавнится. Поэтому надо немного прокопать. Так, вот так я прокопался. И, собственно, на свой страх и риск я нажимаю правую кнопку мыши. Блин, надеюсь, правильно вроде бы всё делал. Или надо чуть-чуть повыше. Подожди, чуть-чуть пониже, точнее. По-моему, его как раз-таки надо чуть-чуть пониже. И вот так вот. О боже, что я сделал? Что я сделал? Она заспавнилась. Только она заспавнилась как-то очень странно. Так, а где освобождённая территория? Подождите. В каком странном месте оно заспавнилось, посмотрите. Вход расположен вообще в ту сторону, не в эту, как обычно. Так, ладно, здесь всё-таки нужно было проверять в креативе сначала в другом мире. А потом заходить сюда и уже нормально спавнить. Ну ладно, это я потом подправлю всё. Чуваки, прямо сейчас мы, наверное, попали в самый жёсткий объект. К самому жёсткому ACP. Как раз-таки это дедушка. Который здесь самый жестокий. Считается, что не так здесь с блоками. Пожалуйста, расскажите мне в комментариях всё об этом ACP. И поставьте лайк, господи. Если вы этого ещё не сделали... Я же знаю, что ты забыл, а? То, пожалуйста, расскажите мне всё о нём. И здесь посмотрите, что у нас творится. О, есть батарейки, есть даже фонарь. Что? Чуваки, а что мне не нужно делать? А ну-ка, открываем. Да, он находится в каком-то кубе. Так, и, по-моему, вот. Вот, нам надо его открыть, чтобы он уже вышел оттуда. И, честно, мне очень страшно. Потому что он меня может затащить в карманные измерения. И мне нужно будет каким-то образом умереть. Потому что, а как, я оттуда не выберусь. Во-первых, выпускать я его не намереваюсь. Потому что, во-первых, он сам исчезнет, насколько я знаю. И блоков здесь никаких не ставится, смотрите. А, нет, ставится, ладно. Так, и мы можем открыть дверь и посмотреть. А, во-во-во-во. О, боже. Господи. Значит, дедуля выглядит вот так. Почему-то он показывается, что он мирный. Наверное, я очень сильно рискую тем, что... Во-первых, он не может ломать, кстати говоря, да. И я, наверное, очень сильно рискую тем, что... Эй-эй, давай, зайди обратно. Давай, братан, ты будешь меня бить. Почему-то он меня не бьёт. Ага, всё бьёт. Всё, он меня утащил в измерение своё. О, нет. Это то самое карманы измерения, да? Ху-ху-ху, как страшно. Кстати, мы здесь можем кучу факелов собрать. Оу, прик... Эй. Так, и всё ломается так же не с первого раза. Я будто бы на сервере каком-то играю. А, косточки. О, прикольно. Я могу собрать косточек и приручить собаку себе. Мыслимо-оптимистично. Интересно, насколько маленькое или большое это карманы измерения, потому что... И когда он всё-таки соберётся нас убить, этот говнюк, или всё-таки он не убивает, он просто утаскивает. Да уж, но вы только посмотрите, коридоры здесь огромные, вот. В общем, я что могу сказать, так это то, что я застрял в этом измерении. И, видимо, моё замедление, оно всё повышается, потому что было, по-моему, 9 секунд, сейчас 10, или это просто баг. Но, чуваки, я пока что здесь застрял, и мне нужно найти способ себя убить, чтобы, наконец-то, попасть в нормальный мир, или просто попасться ему. Правда, его здесь нету почему-то. Короче говоря, не забывайте про лайки, не забывайте написать в комментариях об этом SCP, что мне, ну, чего мне нужно бояться. Ну, а с вами был тот самый опаснейший Феликс. Подписывайтесь на второй канал, там, на группу. Всем пока-пока. Чё это было сейчас там? Лайк поставить, коммент репить. Ролик посмотрел, но не оценил. Что же теперь делать? Не сейчас. Если лайк не поставил ты, подпишись на канал, колокольчик, блин, нажми. Буду очень рад я этому, если всё это сделаешь ты.